Привет, дорогие мои, меня зовут Артур. Сегодня мы посмотрим Asylum 626. Это та же игра тех же самых людей, что сделали Отель 626. Но в данном случае у них было чуть больше денег, меня попросили посмотреть, но сразу предупредили, что геймплей тут вообще по минимуму. Так, ну давайте разбираться. Нас просят подсоединиться через Facebook, но это мы пропустим, либо через Twitter. Twitter я тоже не пользуюсь в последнее время. Давайте лучше введем дату рождения. Так, чтобы сюда написать. 6, 22 июня 1942 написал. 41 войну нам объявили, ну ладно. Так, все, принимаем все соглашения и начинаем. Я надеюсь, будет страшно, потому что Отель 626 в принципе был довольно-таки жуткой вещью. Так, давайте включим полный экран. И тут мы в дурке. Мы, как обычно, в дурке. Добрый день. Какое неприятное лицо. Ненавижу костлявых таких людей. Почему-то ненавижу и все. Ненавижу. Ох, красавица какая-то. На Леди Гагу похожа была. Мне делают трепанацию. Отлично. Я ничего не могу делать, честно говоря. Просто смотрим кино про какой-то психодел. Тут, видимо, мое детство. Я играю с игрушкой. Это, видимо, мой друг. Или брательник. Братильник, ты что-то нехороший задумал, похоже. Да ладно, я-то буду тихо. Твою мать. Ну-ка, прячься. Давай, 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 давай. Подожди, ты я управляю? А, надо уворачиваться. А, давай правее чуть-чуть. А, давай, 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 давай. Фух, блин, шесть какая. Так, он опять справа сейчас ударит. Тихо, тихо. Ладно. Теперь свело, да? Хрен достанешь, братюнь, хрен достанешь. Фух. Ну, тут уже было нечего делать. Блин, а офигенно. Правда, игрой бы я это совсем не назвал. Это скорее... Мне что, зондирование будут делать? О, пакси какая-то. Ладно, хоть не анальная. Я вообще не понимаю, что происходит, честно говоря. Ну, понятно, что... Что-то нехорошее, но... Тут я ничем не управляю, судя по всему. И тут тоже похоже. Сейчас рожа какая-нибудь вылезет, наверняка. Я уже готов. Ну... Ну, рука. Ну, это было предсказуемо. Я не знаю. Я просто смотрю. В принципе, это странно все. И тут я помер, похоже. У меня клиническая смерть. Это странно, и временами жутковато, но... Где тут игра, я вообще не понимаю. Хотя с пилой было прикольно. Так, у нас пошел какой-то странный... Теперь меня как в белые ночи катят на... Каталке. Какой неприятный парень. Еще более неприятный парень. Медбрат и доктор, я так понимаю. Хорошо. Ой, блядь. Так, ну тут я управляю. Блядь, ну что делать-то? А, подожди. Фонариком надо освещать. А, да-да-да-да. Их надо гонять фонариком, похоже, да? О-о-о-о-о, блин, Пакс, уйти. О-о-о-о, какая красавица. О-о-о, блин, это на мою знакомую похоже. Он похоже сзади где-то ко мне подошел. Твою мать. Блин, это было странно. А, вот тут вот эти вот рожи, это скорее всего, если я поставил какой-нибудь твиттер или фейсбук аккаунт, то там были лиц моих друзей. Что-то такое я слышал. И нам нужно выбрать, кому жить, кому умереть. Но тут такие уроды, что, пожалуй, я выберу. Вот это слева. Или это справа. Нет, лучше это слева. О, жесть. Ты че? Пиши, вернее, сказал, что нужен ключ, чтобы открыть еще больше испытаний. Но у меня ключа нет. Как его искать? Куда ни тыка, ничего не происходит. А, ну, в принципе, я думаю, на этом все. Да. Это было скорее странно, чем страшно. Но спасибо, что посоветовали. Это был довольно-таки необычный, запоминающийся опыт для меня. И я надеюсь, довольно-таки интересный для вас. Да и интересно. В целом, надо сказать, режиссура у них подросла. Ждем от них новых творений. Присылайте мне еще ссылки на какие-то страшные игры. Как будет время, я на них посмотрю. Это же интересно. Вот сейчас это у нас время. Одиннадцатый час. Мне довольно-таки сильно доставило. Такая вещь. Да, все, это конец. Тут надо ввести свое имя. Ну, в принципе, на этом все. Я надеюсь, вам понравилось. С вами был Артур. Всего хорошего. Он был необычный, прикольный. Пока-пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова